Продолжение следует... К сожалению, компенсация за перевозку водных пассажиров прошлого года государством была недоплачена в объеме 2,4 миллиона гривен, что привело к накапливанию задолженности по заработной плате. И 31 мая текущего года коллектив предприятия остановил работу, объявил забастовку. Забастовка продолжалась. Я частично озвучу, что предлагается сделать для того, чтобы предприятие стало каким-то более живым, более жизнеспособным. Первое, что нужно сделать, это увеличить количество подвижного состава, который принимает участие в пассажирских перевозках. Предлагается до конца 2010 года отремонтировать еще 6 троллейбусов и 6 трамваев. Это, на мой взгляд, самая первая мера. Второе, повысить, рассмотреть вопрос повышения налива за проезд до 1 гривен. Третье, это, ну, уже начались внутренние мероприятия. Сократить на 10 единиц количество эксплуатируемой на предприятии автомобильной техники, что позволит сократить ежемесячные эксплуатируемые предприятия порядка на 20 тысяч гривен. Несколько оптимизировать, уменьшить персонал, приблизительно на первом этапе на 41 единиц. Оптимизация распространяется на 20 тысяч предприятий и позволит достичь экономии фонда оплаты года порядка 70 тысяч гривен в месяц. Есть еще ряд мер внутреннего характера, как увеличение арендной оплаты на сдаваемое в аренду помещения и площадях, увеличение доходов по размещению рекламы на подвижном составе и на коммуникации предприятия. Эти меры, ближайшие перспективы, позволят улучшить экономическое состояние предприятия примерно на 250-200 тысяч. До конца года, если все субвенции, вся помощь города придет и придет вовремя, не будет хватать даже на выплату заработной платы 5,7 миллиона гривен. С учетом того, что на сегодня минимальная заработная плата на предприятие рассчитывается, исходя из 650 гривен. Хотя давно уже, как вы знаете, принята другая нормальная зарплата, 884 гривен. Мы об этом пока что не говорим. Через какое-то время выпускать на линию 50 трамваях и 40 трамваях, это затрата, значительная затрата, свыше 15 миллионов гривен. Но после того, как мы это сделаем, мы сможем собирать с опционного дохода порядка 900 тысяч миллионов гривен в месяц, что позволит не так сильно рассчитывать на помощь государства и на помощь городу. Такая ситуация на сегодня с предприятием. Я от имени коллектива прошу рассмотреть возможность предоставления предприятию помощи, в первую очередь финансовой, для погашения задолженности по заработной плате, которая на сегодня составляет в общем-то в мае в месяц 3 миллиона 500 тысяч гривен. И для ремонта подвижного состава. Номер 4. Менеджерный персонал на 41-й пункте. Да. Мне интересует конкретно, там вы будете сокращать, там вы будете сокращаться, или это будет руководящий состав, и какие-то должностные платы. То есть сколько денег вы сокращаете в этом соглашении конкретно? Ну, там написано, это принесет порядка 70 тысяч гривен. Если у вас вопрос конкретно противоперсонали, то скажите. Нет, мне интересует, кто конкретно будет сокращен из больничного мажора штата? Сокращен не будет никто. Будут люди оптимизированы. Может быть переведены на другие участки работы. И это будут те люди, которые на сегодня не приносят пользу предприятию. Если это уборщица, это будет уборщица. Если это замдиректора, это будет замдиректор. Вы хотите... Простите, но я с собой не брал. Мы же обсуждаем вопрос глобальный. Если нужно, сколько, аминь, аминь, аминь. И у меня тогда еще немного вопрос. Скажите, пожалуйста, я не буду задавать некорректный вопрос. Ваш оклад, я хочу узнать оклад вашего зама. Любого. Сколько у вас замов и какие у них оклады? Оклады. Просто хотя бы сколько замов у вас сегодня в штабе? И оклад замов? В штабном расписании сегодня два заместителя. Первое, это главный инженер. Второе, это заместитель по экономике. И их оклад есть. Главного инженера... Три или три двести, что-то. Три двести. Да, да, да. Спасибо. Пожалуйста, на сегодняшний момент. Есть ли подтвержденный финансовый план вашего предприятия? Утвержденный на 2010 год финансовый план предприятия? Есть. Здесь не можно ознакомиться. Извините. Можно ли депутат ознакомиться с вашим финансовым планом? Да, конечно. Где? В депутатике финансового. Потому что, к сожалению, на все, и мои в том числе, просьбы, утвержденного финансового плана, к сожалению, так мы и не увидели. Сказал ли мне, я уже принес. Мы зависли от этого. Да, 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 да. И почему мой вопрос и заключался, потому что по тем проектам финансового плана, извините, я говорю слово проектов, я не говорю за утвержденной, которые, да, там сначала образовалась 8,5, потом 5,5 миллионов убытков, но это было при условии получения 26 миллионов субъекций. Каким-то чудом сделал это наоборот, сейчас тоже называется 42 миллионов, совершенно верно, она была в этих документах. Но как теперь? Если 26 сделали 13, и все равно убытки с 8,5 стали 5,5? Ну, для меня это загадка, но я посмотрю документы, я не могу. Извините, но мы не говорим об убытках, мы говорим о недостатке финансирования на выплату заработной платы. Хорошо, а убыток планируем, а какой по вашим предприятиям? Назовите себе на этот год, согласно вашим предприятиям. Да убыток сегодня можно назвать любыми. Не, не надо, потому что вы планируете. Не, 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 не любые, не любые. У вас сегодня те, что необходимо с убытками, это 14,5 миллионов. Да, 14,5 миллионов у него в убытках, плюс 5. Сюда и заработная плата, вообще. Да, здесь заработная плата. Я еще хотел бы посмотреть, реструктуризация пенсионного фонда там учтена или нет, там же, вы знаете, идет рассрочка поперить, там же надо вы сидите, что делать. Извините, мы просто не дошли еще до пенсионного фонда. Есть проблема пенсионного фонда, 1,5 миллиона рублей. Есть проблема кредита Альфа-Бан, который взят. 2 года назад на заработную плату. На сегодня порядка 4 миллионов гривен задолженность предприятия банков. Есть такие проблемы, да, действительно? Нет, мы не против того, что есть такие проблемы. Вопрос заключается в том, в финансовом плане это все учтено или нет? Оно должно быть учтено, вот таким вопросом уже иначе. Вам надо платить проценты, вам надо платить реструктуризацию пенсионного фонда. Мы же не подальше. Это в том числе, я вам об этом даже не говорю, я интересую вот эти статьи, не включены у вас в финансовом плане. Ну, ведь Вадимир Дмитриевич Юзаренко, это был принят уже, мы его вынуждены были спередки. Покажете документы, те, что мы планировали тогда, с урахованием таких бритков, которые есть, до банков, до тех процентов, которые вы накрутили на вас, по бензинному фонду, по Альфа-банку, если что не кручено. Но есть душе, поэтому он складывает 40 миллионов. Продолжение следует...